Родители, приучающие детей к книгам и чтению вообще, большие молодцы. Они делают неоценимый вклад в развитие интеллекта своих малышей. Детские книжки яркие, привлекательные и интересные, но, к сожалению, они не способны выдержать натиск цепких пальчиков карапуза. До тех пор, пока несмышленыш научится не только любить, но и беречь книжки, он порвет не меньше бумаги, чем офисный шреддер. Но у пап и мам есть другие варианты развития событий, такие как сделать. Книжку малышку своими руками и предусмотреть при этом те испытания, которые ей предстоит выдержать. Для самых маленьких деток можно сделать книжку малышку из ткани, для тех, кто постарше, из картона или цветной бумаги. Энтон Пепеп. Самодельные книжки малышки хороши еще и тем, что вы можете наполнить их содержанием на свое усмотрение. Можно сделать книжку малышку развивающую, показывающую цвета, буквы, фрукты и ягоды, животных и растения. Другая хорошая идея – сделать книжку малышку с фотографиями ребенка или всей семьи, фотоиллюстрациями летней поездки на море, утренника в детском саду, празднование дня рождения и тому подобное. Словом, книжка малышка своими руками – это отличный способ поиграть, научить, развлечь и порадовать дошкольника. Умение сделать книжку малышку своими руками пригодится и родителям, старшим братьям и сестрам, и воспитателям, педагогам детских клубов и вообще всем, кому интересно заниматься развитием. Детей. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Как выглядит книжка малышка? Функции идей книжек малышек «Книжка малышка» – это условное название, которое показывает скорее адресата, чем размер этого изделия. Книжка малышка может быть маленькой или большой, главное, чтобы ребенку было удобно держать ее в руках и хотелось рассматривать. По сути, это своеобразный гибрид книги и игрушки, развивающие мышление и память, и моторику движений карапузов. Развивающие книжки могут быть не только разного размера, но и разного содержания, которое зависит от возраста и интересов конкретного ребенка, от желания родителей и так далее. Словом, нет никаких ограничений, какую именно книжку малышку делать, но важно, чтобы она выполняла свои основные функции, помогает привыкнуть к книгам. Сначала малыш просто тянется к заметному яркому предмету, трогает его, изучает и воспринимает как игрушку. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спич.Кит. Книжка ассоциируется с чем-то приятным и интересным, занимает важное место в картине мира. Развивает образное мышление, разноцветные картинки и фигурки, познавательная информация, соотношение содержания и иллюстраций, все это крайне важно для развития воображения, памяти, пространственного восприятия и любознательности. Тренирует сенсорику. Перелистывание страниц, особенно объемных и фактурных, прикосновение к иллюстрациям, выпуклым фигуркам повышает чувствительность. Особенно хорошо, если вы сможете сделать книжку-малышку с игровыми элементами, пуговицами, липучками, отверстиями и тому подобное. Функция книжки-малышки стимулирует к творчеству. Самые маленькие дети воспринимают форму и расцветку, учатся понимать сюжет. Детки постарше могут принимать участие в создании книжки, что тренирует фантазию, синхронную работу ручек, усидчивость, планирование, достижение результата и собственную инициативу. Способствует взаимопониманию. И делать книжку-малышку и читать ее желательно вместе с ребенком, задавая ему вопросы, обсуждая картинки и сюжеты, пересказывать по памяти. Малыш чувствует себя нужным и старается заслужить похвалу, а когда вырастет, будет с удовольствием вспоминать эти совместные занятия. Таким образом, книжка-малышка действует на развитие дошколят благотворно и комплексно, а еще становится одной из любимых игрушек, потому что неповторимо и сделано своими руками или руками. Любящих людей. Озвучено Яндекс Спичкит. Ни одна типографская книжка, даже самая дорогая и красивая, купленная в модном магазине игрушек, не доставит этих ощущений. Поэтому найдите время и вдохновение, чтобы сделать книжку-малышку своими руками. Как сделать книжку-малышку своими руками из ткани? Чем младше ребенок, тем больше развивающая книжка должна напоминать игрушку. Малыши не рассчитывают силу и еще не понимают, что бумажные книги нужно беречь. Не ждите отча до чудес аккуратности и просто сделайте книжку-малышку из ткани. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Тем более, что именно текстильные материалы позволяют наполнить развивающую игрушку интересными и полезными деталями. Материалы для изготовления используйте натуральные ткани, приятные. На ощупь! Как правило, это ситец, фланель, шитье, которые можно купить в любом магазине тканей. Не спешите за покупками. Наверняка дома тоже есть лоскутки и обрезки, которые пригодятся для изготовления книжки-малышки. Подберите также ленточки, тесьму, шнурки, большие красивые пуговицы, бусины, аппликации и все, что может украсить и улучшить ваше творение. Избегайте только мелких, хрупких элементов, которые ребенок сможет оторвать и проглотить или пораниться ими. Спланируйте, для каких страниц по сюжету используете те и иные детали. Сделайте выкройку и разложите материалы по кучкам. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Элементы обложки можно сделать их картона, обтянутого тканью, чтобы обеспечить плотность, а остальные страницы наполнить мягким синтепоном или оставить пустыми. Не ленитесь вырезать детали иллюстраций, чем красивее и ярче они будут, тем больше шансов, что ребенок полюбит книжку-малышку. Аккуратно обрабатывайте швы, чтобы нигде не было торчащих ниток, лохматых краев, острых углов и плохо закрепленных элементов. Продумайте игровые моменты. Пусть на персонажа сказки будет надета жилетка с растегивающимися, застегивающимися пуговицами. Можно снабдить героев корзинками, в которые помещаются яблоки, кенгуру, сумкой с кенгуренком, яблоко, отверстием с червячком, домик, открывающимися дверцами и тому подобное. Части книжки-малышки из ткани можно делать двойными, со сгибом посередине, или отдельными, чтобы можно было добавлять новые страницы. Текст озвучен в Яндекс Клауд. В любом случае, предусмотрите отверстие для ленты, которое скрепляет части между собой. Проденьте ленту и завяжите красивым прочным бантом. Над созданием самодельных тканевых книжек-малышек можно фантазировать бесконечно. Украшать их кружевом и нашивками, создавать взаимозаменяемые детали на липучках. Все это воплощает вашу любовь и заботу, тренирует внимание и фантазию ребенка. В последнее время это так популярно, что регулярно проводят мастер-классы для родителей. По созданию книжек-малышек. Если хотите, посещайте их, это весело. Но зачем тратить время и деньги, если можно ничуть не хуже сделать книжку-листалку в домашних условиях? Как сделать книжку-малышку своими руками из бумаги? Двухлетние дети вполне в состоянии рассматривать развивающие книги из плотной бумаги, особенно под присмотром взрослых. Бумажные книжки-малышки делаются проще и быстрее, для их изготовления можно использовать готовые картинки, открытки, фотографии или наклейки. Для облегчения задачи вы можете взять канцелярские прозрачные файлы и поместить страницы в них, чтобы удобно было шивать, менять местами, заменять и дополнять. Но лучше потратить чуть больше времени и сделать добротную книжку-малышку. Изготовление книжки-малышки подготовьте цветной картон и бумагу, фломастеры, маркеры, карандаши поярче, канцелярский. Клей, ножницы, готовые красочные картинки и все остальное, что может понадобиться вам в процессе творчества. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Не забудьте атласную ленточку, она тоже пригодится. Удобно использовать листы стандартного формата А4, бумажные и картонные. Возьмите лист картона и согните его пополам поперек. Тоже проделайте с разноцветными бумажными страницами. Вложите бумажные части друг в друга, а затем в картонную обложку. В сгибе просверлите два симметричных отверстия и прошейте будущую книжку лентой. Завяжите бантиком, лишние концы отрежьте. Когда страницы сложены вместе, можно придать им форму, скруглить углы, вырезать в виде лепестков или оставить прямоугольными. Ленточки для шивки книжки малышки могут быть разными, заплетенными в косички, переплетенными между собой и тому подобное. Страницы книги подбираются по оттенку, повторяют последовательность цветов радуги, соответствуют тематике сюжета, цвета времен года, растений и тому подобное. Проявляйте фантазию на каждом этапе. На каждую страницу наклейте фотографию, иллюстрацию, выпуклый элемент. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Если умеете, повторите технологию объемных изображений, которые поднимаются при открытии страницы. Используйте собственные снимки и вырезки из журналов. Особенное внимание уделите обложке. Она должна быть самой яркой, вызывать интерес и наглядно показывать, что ждет внутри книжки. Для заголовка можно вырезать буквы из открыток или воспользоваться трафаретом. Сюжетов для книжки малышки может быть множество. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Например, каждое отдельное время года, любимые блюда, приключения сказочного персонажа, фотоотчет об утреннике в детском саду, морском отдыхе, игрушках и прогулках. Включите в книжку загадки, вопросы и другие интерактивные моменты, вовлекающие ребенка в игру. На первой странице может быть задача, а ее решение в конце книжки. Для деток помладше подходят пришитые колокольчики, пищалки, шуршащие детали. Все время помните, что книжка-малышка – это в первую очередь развивающая забава, и максимально воплощайте эту функцию. По мере возможностей и в зависимости от возраста ребенка, делайте иллюстрации реалистичными. Кусочек меха, как хвостик у лисенка, настоящий бубенчик на шее у коровки, кармашки на платьи ЦВ, красной шапочке и тому подобное, насколько хватит фантазии. А практика показывает, что совместная фантазия малышей и родителей, делающих книжки малышке своими руками, просто безгранична. Озвучено Яндекс Спичкит. Удачи вам, вдохновения и отличного совместного времяпрепровождения. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Продолжение следует...